Молитва женщины Вознамеренности достаточно сердечной, либо можно произнести про себя следующее. Я намереваюсь совершить два ракета фарда, то есть обязательной части, утренней молитвы. Искренне, ради Всевышнего. Намерение может произноситься на любом языке. Далее в положении стоя женщина поднимает руки на уровень груди, при этом пальцы рук сомкнуты и произносит в этом положении Аллаху Акипар. При этом стоит обратить внимание на подол рукавов, чтобы он сильно не спадал. После этого складываются руки на груди, кладя кисть правой руки на левую. Взгляд молящегося направлен на предполагаемое место совершения им земного поклона. В этом положении читается молитвенная формула Ас-Сана. Желательно при чтении молитвенных формул, проговариваемых про себя, шевелить губами, то есть соответствующими органами речи. После Ас-Сана человек произносит И читает первую суру Священного Корана, суру Аль-Фатиха. 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 Желательно при чтении молитвенных формул, проговариваемых про себя, шевелить губами, то есть в этом положении идет. Затем читается любая другая сура Корана, например, сура Али-Хляз. Молящийся со словами «Аллаху Акбар» совершает поясной поклон. Женщина совершает поясной поклон с меньшим наклоном, в отличие от мужчины, прижимая локти к туловищу, а пальцы кистей рук сомкнуты. В этом положении она трижды проговаривает «Субхана Раббель Алим». Выпрямляясь, произносит «Сами Аллаху лиман хамида, Раббана лекаль хамд». Далее человек со словами «Аллаху Акбар» опускается для совершения земного поклона. Сначала опускает колени, затем руки, потом лицо. В этом положении трижды произносит «Субхана Раббель Аля». Далее со словами «Аллаху Акбар» поднимается с земного поклона и садится на левую ногу. Обе ступни при этом выводятся вправо. Руки располагаются свободно на бедрах. Затем вновь со словами «Аллаху Акбар» молящийся совершает второй земной поклон, проговаривая то, что говорил в первом земном поклоне. Затем встает полностью и на этом заканчивается первый цикл, так называемый ракят. Во втором ракяте в положении стоя человек вновь складывает руки на груди и сразу произносит «Бисмилляю рухмани рухим» и читает вновь суру «Аль-Фатиха». Плюс дополнительную суру, например, суру «Аль-Аср». После этого человек, произнося «Аллаху Акбар», совершает поясной поклон. Так же, как и в первом ракяте, трижды произносит «Субхана Рабби Аль-Азим». Со словами «Сами Аллаху лиман хамида» выпрямляется, произнося вновь «Раббана лякаль хамд». После этого со словами «Аллаху Акбар» совершает вновь два земных поклона. После того, как девушка села на левую ногу, совершив два земных поклона, она читает Ташахуд. «Ат-Тахияту лилляхи, вас-салавату, вас-тай-ибату, ас-саламу алейка, ай-юха-н-наби-ю, ва-рахматуллахи, ва-баракату, ас-саламу алейна, ва-аля, аибадиллахи, с-салихин, аш-хаду ан-ля-иллаха, и аш-хаду ан-на-мухаммадан, абдуху, ва-расулю». Во время произнесения слов «Ля-иллаха» указательный палец правой руки поднимается вверх, со словами «Илля-Ллах» опускается. Затем читается салават. И, наконец, последнее, что читается в намазе, это короткая дуа. Затем, со словами «Ас-саламу алейкум ва-рахматуллах» человек поворачивает голову к правому плечу, в правую сторону. И с этими же словами «Ас-саламу алейкум ва-рахматуллах» в левую, тем самым символизируя окончание молитвы. Субтитры создавал DimaTorzok